ПОДПИШИСЬ НА КАНАДСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАДСКОМ ЯЗЫКЕ 50% усыновленных южнокорейских детей хотели выяснить, кто их настоящие родители. Сейчас же больше и больше людей хотят узнать о своих предках буквально всё. В середине прошлого века Республика Корея отправила на усыновление в США больше 150 тысяч детей. Сегодня каждый год они возвращаются к своим корням. Истории подмены детей далеко не редкость и в нашей стране, к счастью, сердце матери не обманешь Наши герои заметили подмену буквально сразу Лилия Шарафудинова расскажет подробнее В жизни двух семей Статарстана ДНК дактилоскопии сыграла огромную роль и даже восстановила справедливость Эти женщины несколько месяцев после родов воспитывали чужих детей Матери и сейчас вспоминают, что сразу почувствовали что-то неладное Я посмотрела, даже какой-то ужас был, что ребенок ни на кого не похож Я уже сразу подумала, что может быть и спросила тут же, может быть вы ребенка также могли подменить, перепутать или что Тогда этот вопрос вызывал только смех Медики уверяли, рожденные дети вылитые мамы Одну из родительниц сразу насторожило, что вес ее ребенка очень сильно разнится с тем, что ей назвали сразу после родов ДНК-тест подтвердил, детей действительно подменили Справедливость восторжествовала, девочек вернули матерям Восстановление родственных связей стало возможно благодаря открытию так называемых генетических отпечатков При сравнении спирали ДНК близких родственников видно, что они практически идентичны Именно такое открытие 30 лет назад совершили генетики По официальной версии английский ученый Алек Джеффрис Правда в научном сообществе существует версия, что первопроходцем ДНК дактилоскопии является россиянин, уроженец Кемерова Евгений Рогаев А британцы просто раньше успели заявить об открытии Российский ученый продолжает работу в этой области на том, что он первооткрыватель генетических отпечатков Не настаивает Утверждает лишь, что вел изыскание параллельно с английским коллегой Так поначалу не получалось доказать, что ДНК организма сохраняется в первозданном виде тысячи лет В наших некоторых исследованиях мы выделяли ДНК даже из образцов, которым 30 тысяч лет Возможен анализ Сейчас уже стал возможен анализ по ДНК образцов человека или животных, которым 30-50 тысяч лет Благодаря этому ученые из Казани, например, проводят молекулярно-генетические исследования ДНК первобытных людей И узнают о них много интересного Восстановить цвет волос, цвет глаз, цвет кожи Такой чисто человеческий интерес о том, какими были наши предки То есть как происходило формирование современных популяций Генную дактилоскопию применяют и криминалисты Поставленным на месте происшествия частицам крови, слюны или волос можно точно установить Причастен ли конкретный человек к совершению преступления или нет Таким образом, проверив соответствие ДНК людей, которые уже находились в местах заключения С ДНК, полученным из материалов, изъятых с места события Многих оправдали Это было, в общем-то, представляете, для судьбы, для человека Который годами, десятилетиями находился на заключении Который освобождает, потому что он не причастен к преступлениям Генетическая экспертиза стала популярной и во всемирной паутине На одном из сайтов знакомств обещают стопроцентную биологическую и психологическую совместимость будущих супругов Для достижения идеальной химии чувств перед регистрацией на сайте обязательная ДНК-доктилоскопия Лилия Шарфудинова, Екатерина Пудовкина, Игорь Шеляев, LifeNews